Красивая традиция Потому что женщины университета вносят очень большой вклад в жизнь, в дела университета. И многие достижения университета были бы, наверное, невозможны без их участия, без их терпения, без их такого кропотливого труда. Также Рияс Мензарипов стал первым, кто был удостоен чести поздравить победительницу в номинации «Женщина. Пример служения Казанскому университету». Ей стала Ася Аминова, профессор Института физики. Всего подобных номинаций было 11, в каждой из которых отмечали различные заслуги сотрудниц КФУ. Мы творим науку вместе. Я работала в университете, преподавала, учила студентов, растила детей, немножко внуков. Кроме того, награды ждали и троих представителей сильного пола. Лига женщин по традиции назвала имена троих мужчин, которые показали себя джентльменами, надежной опорой и крепкой поддержкой своим дамам и всей женской части коллектива Казанского федерального. К слову, приглашение для поздравления всего проректорского корпуса университета тоже является доброй традицией. «Вы знаете, у самых хороших и добрых слов у них у всех женское начало. Посмотрите, семья, любовь, наука». Казанский федеральный уже пятый раз провел конкурс «Женщина года». И с каждым годом данный конкурс только набирает обороты. Главное условие – жизнь всех участниц должна быть связана с альмоматом. Без творческого начала нет и научного начала, поэтому я очень люблю и творчество, и творчество в работе. Мне очень сильно помогают сегодня представлены здесь мои картины. Я очень счастлива, потому что раньше картины, я их как-то не выставляла, все-таки это больше для души. Я счастлива, что в университете есть такая возможность показать, поделиться своими творческими порывами в рамках такого прекрасного праздника. Продолжение следует...